Всем салют, друзья! Это Красава! Я думаю, многие из вас узнали этот стадион. Да, я вновь прилетел во Владикавказ. Совсем недавно на моем канале было видео про то, как убивали Аланию. Кто похоронил Аланию? Как можно было все похерить? 40 миллионов было потрачено и плюс еще долгов осталось 2 миллиарда. Валерий Георгиевич, выключи, да? С того момента прошло всего несколько месяцев, но в осетинском футболе многое изменилось. Нашелся частный инвестор. Восстанавливается инфраструктура на матче второй лиги. На этот стадион приходит 15 тысяч человек. Большой футбол и премьер-лига возвращаются во Владикавказ матчем Кубка против ЦСКА. Символично, что за ЦСКА играет самый талантливый осетин последнего десятилетия игрок сборной России Алан Загоев. Да, именно Загоев, герой моего нового выпуска. Погнали! Первое футбольное поле Алана было вот это. Семь, восемь, девять, десять. Алан, если ты хочешь в Челси, только скажи, и ты перейдешь. Сто двадцать тысяч долларов штрафы я произношу. Молодежный контик. А, передай, браво, видишь? У меня слезы текут, да. Владикавказ, сгорят твои огни в глазах у нас. Красава! ЦСКА прилетает во Владикавказ только вечером, поэтому я прямо со стадиона приехал в Беслан. Именно здесь начиналась карьера Алана Загоева, именно здесь до сих пор живут его родители. Здравствуйте, извините, пожалуйста, а вы Алан Загоева знаете? Ну да. Футболиста. Знаете, да? Все знают Загоева. Здравствуйте, здравствуйте, дорогой. Взаимно, взаимно. Очень приятно познакомиться. Я по номерам понял, что 010, да, все, поехали. Даже меня узнают в Северной Осетии. Вот скажите честно, вас в Беслане во Владикавказе знают абсолютно все? Ну, Беслане почти, да. Насколько я знаю, Алан отпустят домой, да, ночевать? Ну, я-то и так сейчас, да. Как часто он прилетает вообще и приезжает в Беслан? В последнее время я что-то часто уже не приезжаю. Вот когда был последний раз. Вот когда у него был турнир. А, турнир когда детский, на юности, да? Да, на юности, да. Пацаны, которые играют в Осетии, очень любят футбол. Я все равно читаю, что первый спорт в Осетии это футбол. Спрашивают, нет билетов, все хотят. Да, 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 сейчас нам все билеты продали на ЦСКА. Да, вот у меня тоже, дай, дай, дай. Мне сколько было, сколько бы смогли, да, сдали. Вы верите в то, что когда-нибудь Аланья станет такой же мощной, как... Нет, верите, да? Верите, верю. Здравствуйте. Привет, Аланья. Очень приятно познакомиться. Приятно. Спасибо. Тарел, а где эта площадка, на которой начинали играть? Вот здесь два дерева. Так. Видишь? Да, это были ворота? Это были ворота. То есть получается, по большому счету, первое футбольное поле Аланья было вот это, да? Вот эти два. И вот эта труба будет. Они тянутся на этой трубе. Заходи. Спасибо большое. Заходи, заходи. Мама. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Здравствуйте. Тарел, ну как же так? Мы пришли домой без цветов. Я же думал, мы на площадку вначале поедем, на футбольную. Давайте мы вырежем, уедем на площадку, вернемся с цветами и все перезапишем. Будет дубль два. Мы с цветами, с Тарелом вернемся, все будет чуть-чуть по-другому. Извините. Вот эти три точки, да. Здрасте. Можно? Можно посмотреть? Здрасте, да. Здрасте, Саша. Загоева помните? Конечно. А портрет висит? Сейчас нет, вон, висит. Спортсмены, таланты. Кубки там. Как Аланчик учился? Нормально или так себе? Ну, как. Как все футболисты? Как все футболисты, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы директор? Менделя Ханифеевна. Мы не успели, мы же на ремонт вот это все сделали. У нас здесь его очень хороший баннер, я имею в виду. Вот пока мы не успели развесить, так что извините нас. Ученики все знают, кто такой он за год? Конечно, конечно, все его знают. Гордятся им. Понятно. Ждут вот с завтрашнего дня, думают, что он приедет. Дети ждут, не дождутся футбольного матча. Вот так Аланчик тобой гордятся, брат. Привет, Алан. Насколько я знаю, Алан постелил поле маленькое у вас в школе. Да. Искусственное покрытие, он все обновил. Увидел такое плачевное состояние поля и сам решил добровольно это все сделать. Когда я у него спрашиваю, извините, что перебиваю, я говорю, Зага, слушай, ты там поле что ли постелил? Он всегда такой, ну нет, я не буду об этом говорить. Ну человек скромный, наверное, и поэтому не хочет выпячиваться. Вот наше поле, которое в прошлом году он сделал. Наша школа самая большая. В Беслане, да? В Беслане, да. 908 человек. И когда уроки физкультуры бывают, мальчишки всегда горят желанием идти вот сюда на поле и играть. Нормально все? Как дела? Нормально. От Загоева знаете Алан? Да. Давай поделимся. Давай. Суфа. Помните тот день, когда вы повели Алан на футбол? Как раз вот здесь лавочки были. Вот именно на этом поле? На этом поле занимался. Вот там большое поле. Там не хватило, говорят, человек. Не хочешь поиграть? Он согласился. Сколько было? 6 тоже не было. А ребятам? Беслана, маленький селед. Один год невозможно собрать. Юра был в 88-й, 9-й, 9-й. У меня так же было. У меня 3 года на команде было. А когда Алан начинал играть за 90-е юности, всегда говорили, что он в 88-й, почему? В школе приходили, потом тренировали. Проверяли. Тоже роддом. Проверяли, какого года Алан. Он играл на 2 года старше с ребятами для того, чтобы вы его так тренировали или просто так получалось? Не было. Не было. Ребят не было. Здесь 90-й год не было. Ребятки, посмотрите, на каком поле начинал Алан Загоев. Чуть хуже, чем на чемпионате мира были стадионы, да? Как вам чемпионат мира? Как вы переживали, что Алан в первом матче на 20-й минуте сломался, потом вышел на 20 минут, отдал голевую передачу? Что вы думали в тот момент, что если бы весь чемпионат мира он был здоров, то что бы было? Очень было бы, на этом чемпионате готовиться, готовиться. Хотел себе что-то доказать. Ну, слава богу, что последний игрок сыграл, что-то он показал. Ваш сын, на самом деле, самый талантливый осетинский футболист последнего десятилетия. Все думали, что он уедет в Европу. Почему не получилось уехать? Я знаю, что вы его отговаривали от Тоттенхэма, например, один раз. Я никогда не заставлял что-то переходить. То есть это все неправда, что вы говорили, что не надо спешить, Тоттенхэм, подождите. Нет, ну да, да, вот это было. Говорили, да? Ну, говорили, да, потому что там много кто-то, ну что, не заиграли. Расскажите про 90-е годы, когда росли ваши дети, чем вы занимались? На рынке я стоял, ездил в Ростов, запчасти покупал, здесь продавал. Да, до этого я в 89-м году сюда перешел жить, Алан здесь родился. Вы переехали из Абхазии, да? Я из Грузии. А, из Грузии, да? Да, в Грузии я переехал. Я и там занимался, жестянчиком был, машину я делал. Это правда? Я просто слышал, что Алан вам помогал на рынке торговать запчастями? Ну, торговал, как торговал. Ну, помогал, помогал. Ну, помогал, да. Во Владикавказ приезжала Бавария, приезжал Ливерпуль играть против Алани. Вы ходили на те матчи? Я все на матчи не ходил. На рынке тоже я закрывал, собирал товар. И на футбол, да? И на футбол с детьми. Газаев дал билет в большой футбол для Алана. Я помню прекрасно, как он переходил в ЦСКА. По-большому кто пригласил? Сина. Владимир, да? Да, на связи со мной ввечер, тогда Алан занимался в Тольятти. Ты знаешь, когда у нас на столе, когда уже со «Спартака» играл. То есть, вашего сына, перед тем, как вы подписали контракт с ЦСКА, хотел «Спартак», да? Я правильно понимаю? Они в финале играли, Тольятти и, по-моему, локомотивник кто-то был. Алан стал лучшим бомбардером и лучшим игроком. И там же все агенты же сидели и, наверное, доложили там. Хотел «Спартак», но его перехватил в ЦСКА, получается. Мы сейчас находимся в школе имени Канедии. Он тоже был физруком. Он тоже приходил, когда Алан маленький был, свой футболист на этом стадионе. Он погиб на теракте. Эта школа греки построили и стадион построили после теракта. Теракт был в первой школе? Да. А Алан учился в четвертой? В четвертой, да. И что, когда все началось, вам сказали, что вроде бы теракт в четвертой школе, да? Ну, что я как раз на работе, я сразу прибежал, смотрю, дети убегают. Потом я туда подселился, захватывал до школы. Это было страшно. Все плакали. Один телек. Нельзя вспоминять тоже. Знаете, чей папа, да? Да. Алан такой. Алан такой. Раз, два, три. На этом поле тоже, вот именно сюда пришел, да? Да, Алан играть. Девять, десять, дед, вон здесь. Ловить будешь, нет? Я иду. На сколько повлияло то, что Алан была в 90-е годы в топе на то, что вы детей повели на футбол? В тот раз каждый мечтал, что Алан, кто-то там играет. Я тоже хочу таким стать. Алан на кого равнялся в детстве? Я помню какой-то бразильец. Они приходили, там чуть-чуть потренировались, потом автографы брали и руки подали, и даже он не имел это. У него руку после автографа. Да. Мне всегда было интересно, что чувствует отец, когда его ребенок там выигрывает чемпионат России. Как это происходит? На кровати, стол? Ну, раньше смотрели с женой вместе, а сейчас нет. Почему? Нервничают? Ну, я нервничаю. А после игры Алан как часто звонит? Сразу звонит или потом? Когда выигрывает, звонит часто, сразу. А когда что-то проигрывает, легче не звонит. Проигрывает никто не любит. Осень Ген рассказывал, что Алан был очень эмоционален, когда здесь занимался. Часто мы играли со Спартаком. Спартак, Владикавказ? Владикавказ, юность, был как Динамо Тбилиси и Арарат. Как волки один раз со Спартаком играли. Обсайтом забили это, Спартак. Он как начинал, там Арарат плакать. Алан? Да. Дома приходит и даже не пущает ничего. Как вы думаете, за счет чего ваш сын пробился на самый верхний? У него был характер. То есть, первый это все-таки характер, а потом уже талант, да? Ну, талант, сказать, и сам он понимает, что мне не дало, это скорость. Да, да, да. Алан понимает, вы понимаете, что нет скорости. Именно поэтому вы его уговорили не идти в Тоттенхэм. Красава! Первый свой большой футбол вживую я посмотрел в Волгограде, когда приехал в интернат и вместе с друзьями из команды подавал мячи на домашних матчах Волгоградского ротора. Интернат находился рядом с базой главной команды и поэтому после каждого матча мы приходили на базу и просили у игроков основы что-нибудь из экипировки. Ведь у нас самих вообще ничего не было. И как-то раз Михаил Осинов, один из лидеров того ротора, подарил мне свои футбольные бутсы. Я чуть с ума не сошел, потому что именно такая же модель была у моего любимого футболиста всех времен и народов Роналда Зубастика. Я просто был на небесах от счастья. Бутсы были уже реально подубиты, но это не имело никакого значения. Я нашел ремонт обуви и поставил несколько заплаток. Короче, буквально пару сезонов я в них еще побомбил. Эти бутсы и конечно же матчи ротора одни из самых ярких впечатлений из моего футбольного детства. Поэтому при первой же возможности я всегда стараюсь помогать молодым игрокам. Не просто попасть ребенком в стадион, а еще оказаться рядом с футболистами это нереальные эмоции и впечатления на всю жизнь. Именно поэтому я вместе с Кея запустил конкурс для самых юных зрителей канала Красава. Победитель получит возможность вынести мяч на игру Лиги Европы и даже нанести первый удар. Это реально круто! Если тебе от 8 до 12 лет, то конкурс юный арбитр для тебя. Вот что нужно для участия. Первое. Нужно заснять видео, как ты пробрасываешь кому-то между ног. Жертвой может быть абсолютно любой. Бабушка, дедушка, учитель, мама, друг, домашнее животное. Главное, чтобы это было зрелищно и эффектно. Загрузи видос на сайт конкурса, ссылка на который находится в описании. Ну а самое главное, расскажи, за что именно ты любишь футбол. Вместе с Кеем мы выберем 4 самых ярких видоса, авторы которых дадут старт матчам ССК и Краснодара в Лиге Европы. Все подробности конкурса по ссылке в описании. Но еще для вдохновения вы можете зайти на канал Красава и посмотреть мой самый первый видос, где мы с Владом Игнатьевым на улице Никольской пробрасывали абсолютно незнакомым людям между ног. Тренируйтесь и выигрывайте! Жду ваших бодрых видосов, ну а мы двигаемся дальше! Там букет можно собрать? Так, ну теперь мы подготовлены, мы теперь с цветами. Все нормально. Яна, здравствуйте, держите. Очень приятно познакомиться. От всех детей футболистов, мамам футболистов это вот. Спасибо. Заходи. Нормально. Давайте сразу рассказывайте, какое блюдо любимое у Алана? Пироги. А как так? Вот он есть пироги, любимое блюдо пироги, а лишнего веса я так особо у него не наблюдал. Ну с такими тренировками. Ну как тренируешься, так уходишь. Думаете, да? А это что такое? Тренигран. Алан Загоев когда-то сказал, что мама спокойно может начеканить 20 раз. Вы реально можете начеканить 20 раз? Сейчас уже наверное нет. Хорошо, сейчас 15, мы делаем скидку. Попробуем? Попробуем. А папа уже с мячом стоит. Попробуем. Я думаю. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Груто! Это супер правда. Это приз, когда пригласили Тольят, они стали там чемпионом, они стали лучший игрок. Лучший игрок матча, Кубок УЕФА. Самый эмоциональный, самый крутой матч, который вы видели в исполнении вашего сына? С кем игра? Вот что, прям эмоции. Со Спартаковым, да, себя? Дерби. Дерби, как всегда. Кого Алан больше всех хвалил из ЦСКА? Вот кого он говорил, прям супер, сам? Вагнерлав, да. Вагнерлав супер футболист, правда. У нас просто царский стол сегодня, Лиан, спасибо вам большое. Честного сказать, не царский. Не царский, да, это еще так легко? Да. Откуда появилась традиция тренером ЦСКА готовить пироги? Каждый раз, когда они приезжали. Вы всегда готовили, да? Угу. То есть, получается, Слуцкий пробовал ваши пироги, Газаев пробовал ваши пироги, и теперь Гончаренко, да? Я знаю, что пробовать. Каждый день. Выросла Лиан. Пироги, да. На коллекцию Алана Дзагоева. Тут кто? Жирков. Такого знаем, да, конечно. Вот первый год, когда заиграл, и кубок, когда они взяли. Так, 10. Чемпионская, да? Да, да. Кстати, я когда-то поменялся с Аланом футболкой. Это был, по-моему, восьмой год, Самара. Моя футболка есть дома, он Дзагоева, а? Это, конечно, Аланья. Завтра едем. Я буду вот так. Раз. Два, да? Два. Вот так поедем. А-а-а, это чемпион Европы. Порщиков довели. Воршава, воршава, да, здесь написано. Итак, мы с этого шикарного стола перемещаемся на кухню. Научите меня готовить осетинские пироги, я вас прошу. Так, Виктор Михайлович, смотрите, это с сыром, правильно? Да. Это с зеленью. С листьями. С листьями, а это? Это тоже с сыром. Это тоже с сыром. А сейчас пойдет с картошкой. А это потом раскатывается? А-а-а, вот так, ну, я все время думал, как это делается. А сколько своих пирогов мы повезем? Девять. А, три, три по три. Правильно, да? Три по три, потому что три это минимум, да, по традиции. Это сейчас тоже с листьями, да, Виктор Михайлович? Да. Ну что ли, Анна, давайте. Я готов. С любовью, а? Виктору Михайловичу Гончаренко. Здоровья, счастья. Вообще все туда. Кстати, картошка и Гончаренко, вы понимаете, Свет, да? Я предлагаю ему вот так прям поедем в аэропорт, встречать, Алана. И грежута. Поподачиваем. Страшно, сейчас все слева дворится еще. Все слева. Вот, вот. Вот. Закрываем. А вы как мама распасовщика, вы мне все сделали после того, чтобы я как нападающий должен был только ногу поставить. Полузащита и нападение сразу целого. Красава! Вот они, запакованные, приготовленные. Один из них мой. Если завтра без тренера ЦСКА начинает матч, то все сработало, ребята. Нет, это шутка, ребята, это юмор. Я только закрыли советом. Братец, привет. Дмитрий Михайлович, я готовил пирог ему. Это мой отец. Здравствуйте. Здравствуйте. Эй, подожди обещанные пироги. Они будут ехать вместо ужина, да? Да. Я готовил, я готовил три пирога лично вам. Нет, подожди. Все, все нормально, не переживайте. Это традиция местная, ты не знаешь. Я не болею против ЦСКА, поэтому все, можете есть спокойно, не переживайте. Завтра утром мы с тобой встречаемся в Беслане и едем тренироваться, хорошо? Все, сейчас отдыхай, брат. Красава! Кофе пьет, да? Да, пойдем в кофе. А-а-а, да нет, времени нет. Доброе утро. Покатили. Здорово. Ну что, ты готов? Да. Давай мы сразу объясним, что ты сегодня к матчу не готовишься, у тебя есть тренировка, но ты приехал подержать ЦСКА, ты сегодня весь день в моем распоряжении, ты меня возил все время на футбольном поле ЦСКА, теперь сегодня я тебя помочь. Ну ладно, не всегда, не всегда, ты тоже нас возил. Мама рассказывала, что ты между деревьев бил в ворота и в девятку бил вот этот треугольник, да? Вот труба идет, я в нее всегда пытался попасть. Первая девятка, Алан от Загоева, вот она. Как часто ты вспоминаешь условия, в которых ты начинал играть? В частинках, вот эту улицу постоянно вспоминаю. Сауна не жвазит. Помните, как Алан здесь финтил на этой улице? Пап не давал. Сами главные будут здоровы. Многие говорят, что Гела, твой брат, был просто в диком порядке, что он был даже талантливее тебя. Это правда? Правда. Я помню даже в одно время, когда нам только PlayStation купили, я частенько дома сидел и играл, не выходил. А Гела приходил с тренировки и еще ходил на четвертую школу и там дополнительно работал, то есть бегал. Это уже осознанно было, ему уже было примерно 15 лет. Это было перед отъездом его в торпедах. Он бил с обоих ног, он прыгал хорошо, он головой хорошо играл, у него техника была нестандартная. Гела мне еще рассказывал историю, что ты один раз приехал в отпуск в Беслан и наел 10 лишних килограммов. Вот эти пироги, как с ними вообще можно держать вес? Да я вчера элементарно вечером зашел домой, поел, у меня сразу живот напорно. Как часто ты приезжаешь домой? В последнее время очень редко. Последний раз был, когда делал турнир. Выезд мы делали, до этого, по-моему, может в декабре, ну то есть в периодичность полгода примерно это бывает. Это дорога на пищевик. Ты здесь? Всегда так шел. От дома сюда, да? Да, сюда, а мы вот так. Не могу не спросить, так как мы в Беслане. Папа рассказывал вчера, что изначально вообще была информация, что теракт произошел не в первой школе, а в четвертой. Да. И он перепугался, потому что в четвертой учился ты. Я на первое сентября не пошел. Я тогда маму попросил, что не хочу идти на первое сентября. Как раз я в девятый класс шел. И как бы, ну то есть слухи пошли, что четвертую тоже захватили. А я не помню, где я был, то ли я в ступол где-то. Ну то есть там с утра я уже где-то играл, не помню. Потом возвращались домой. Ну и в первую школу захватили. Говорят типа четвертую и еще, по-моему, шестую тоже хотели. Ну то есть это как по слухам. Так. Я готов. Все, поехали. Алан каждый день ездил из Беслана во Владикавказ на маршрутке, на тренировку в школу юность. А сколько по времени до Владикавказа? Не, мы пока сейчас до Беслановского вокзала. А, мы пока еще только до вокзала Беслана, а потом оттуда до Владика. Здрасте. Здравствуй. Вернуй. Все, заходим. Когда ты последний раз гонял на маршрутке? Ну я вообще не помню. У меня, кстати, должен быть бесплатный проезд. Почему? Но мы не будем об этом говорить, мы заплатим. А почему бесплатный? Как эта награда называется? Почетный гражданин Беслана. А, да? Да. И ты можешь на маршрутке Беслана гонять? Понял, а вот так круто. В маршрутке, как на футбольном поле, надо выбрать правильную позицию, чтобы все время не передавать за проезд. Мы с тобой сели. Знаете, да, от Загоева? СМЕХ 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 Вообще, всегда опаздывал. Чтобы я вовремя приехал на юность на тренировку, вообще такого не бывало. Три пересадки, то есть отсюда до вокзала, с Бесланского вокзала до Владикавказского. И там еще на 33 маршрутку. До юности, да? Да, до юности на 33 маршрутку. Давайте я вас вот так сниму. СМЕХ Хорошо, что вы не на ходу это делаете. Тебя всегда узнают здесь, да? А, передай, бро, видишь? Остенькин рассказывал, что когда он тебя присмотрел, ты был настолько в порядке, дождливый день был, что он сразу понял, что будешь суперзвездой. Ты помнишь, когда тебя просматривали в юности? Я помню этот день, да, мне не понравилось. В Испании всегда было как там чуть-чуть разминочка и сразу в футбол. Ага. И в футбол мы час играли. На юности, то есть раз, бах-бах-бах, вот эта тренировка идет, час, ну не знаю, там 20 минут в футбол. И мне не понравилось. Мы еще в Витьфан приехали, и я говорю, я больше туда не поеду, я говорю, там в футбол мало играет. А значит, покажи ногу. Наверное. Будешь играть сегодня? А-а-а. Кстати, за фоболь болит, братан. Братан. Провокационный вопрос. Провокационный, да. Папа рассказывал, что ты помогал ему на рынке продавать автозапчасти. Да. Было такое, да? Было, да. Куда ты потратил первые деньги, которые заработал на рынке с папой? Ну, я так не помню, я собирал. У меня была копилка, вот. Ну, один раз я помню, мы должны были с юностью ехать в Сочи на турнир. Угу. И я ему заранее сказал, я говорю, я с тобой буду ездить работать. 100 рублей, это как минимум я зарабатывал за день. А что ты делал? У него всегда товаров было много, и к нему много народу ходило. Пока он там что-то где-то продавал, кто-нибудь подойдет, типа антифриз едет. А я говорю, есть ли, и продавал, и себе деньги оставлял. Один раз я 300 рублей за день заработал, он меня 100 рублей забрал, говори, тебе много. Ты думаешь, сели, да? Я нормально, я тебя подставил, сел у окна, а ты тут передаешь за руками, напряжется. Ты думаешь, что ты купил родителям на первой футбольной бабке? Когда я хорошую сумму собрал, но это было уже в Тольятти, наверное, и здесь собрал. И отдал родителям. Просто отдал, да? Да, да. Когда он уже в ЦСКА начал заработать деньги, когда там посудили. Многие тренеры говорят, что ты очень эмоциональный, очень вспыльчивый. Осенькин это говорил не раз из Луцки, говорил и Лео, как ты тебя разок оштрафовал после Виктории. Насколько я знаю, не на столько. 12 рублей проезд. Лео, это штрафовал тогда на 120 тысяч долларов. 120 тысяч долларов штрафу я произношу маршрут. Самый жесткий штраф был, который ты называешь. Не с Викторией? С Викторией меня, ну, поменьше заштрафовали. Когда 120 было? Ну, после кухня. Динамо удаление, еще было удаление до этого, Анкар. И как раз потом вот этот кубковый матч. Осенькин, Газаев и Слуцкий. Каждый тренер в свое время по-разному повлиял на тебя. На юношах мне Осенькин дал школу. Он реально в порядке? Потому что его так все хвалят, что реально чуть ли не лучший юношеский тренер в Европе. Ну, давай так, смотри. Из года, да? То есть там у нас был 90-й год. Юности? На юности. Из них около семи человек. То есть это Я, Завр, Плеев, Чайфа-Лан. Футболов не у вас был? Футболов Аксен, Дудиев Аслан, Гигалайф Ролан, Шотик Бибилов. Он играл сейчас? Нет, он все равно играл, конечно. Да, я помню. То есть уже семь человек играли в Премьер-Виде. Это показатель. Это из одного года. Это из одного года. Мы все играли в одной команде у Салагов и Драгимов. А он тоже у вас был? А, Ибра, ничего себе. Невозможно, я еще кого-то забываю. У меня такое счастье. Слушай, опасите столько футболистов, что можно реально подзабыть кого-то. Вот мы все в одной команде играли. Потом уже, когда в ЦСКА пришел Валерий Георгиевич, не дает мне шанс и не направит меня. Я помню, постоянно со мной беседовал. На самом деле... Сигара была у него в руках, когда он беседовал? Всегда. Я просто помню, как я приходил в кабинет к Валерию Георгиевичу. Дым такой вот сидит. Сигара. Такой прям реально этот крестный отец. Да, да, крестный отец. Кстати, по-моему, когда я пришел, тогда и ты должен был. И когда Бус Хиник вызвал в Турцию на сбор, и мы с тобой оказались. Ты мне даже голевуху, по-моему, на тренировки отдал. Мы, кстати, неплохо сыгрались тогда. Я помню. Что с Луцки? Очень много с тобой беседовал. По играм, по семейным делам, еще что-то. То есть это полное становление взрослого игрока. Когда для меня места не было, то есть у меня была одна позиция, да? Вагнер, Думбия, дождь. Ну, то есть там конкуренция была сумасшедшая. Куда меня ставить? Я там выходил, скажем, на замену. Я или забивал, или давал коллегу передачу. Ну, говорит, ты выходишь на замену, у тебя есть КПД сумасшедшее. Там у тебя 20 минут, ты забиваешь или отдаешь пас? А на тренировках по поварам зашкаливаю. Ну, я, говорит, тебя не могу поставить. У нас, говорит, у Вагнера и у Думбии там на двоих 44 гола за 6 игр. За 6 игр. Ну, условно говоря. Ну, потому что там показатели были сумасшедшие. Ты кипел на него или он находился? Кипел, кипел. Сейчас бы я не кипел. Я бы все понимал. Это полное становление взрослого игрока. Вот это для меня сложно. Это правда, что тебя из Академии Коноплева хотели купить в Челси? Что ты настолько нравился Абрамовичу. Он же тогда курировал Академию, да? Да. Что ты первый такой прям суперзвездный молодой игрок. Что он мечтал тебя забрать в Челси. Там... Там... Бабушка выходит и скажет, Абрамович, там, 120 тысяч. Куда? Что за маршрутка? Надо убегать. Мы ездили играть. Думя годами, мы 90-ми и наш 89-й год с Тольятти ездили играть в Англию. Мы выиграли 2-0, я забил гол и отдал голику передачу. И у Челси тогда был тренер Абрам Гранд. Он на нашей игре был, присутствовал. Угу. Я тогда был как раз после травмы спины. Уже тогда у меня со спиной были проблемы хорошие. Угу. Там начали как-то вот это все рекламировать. Поговаривали, да, что нас хотят там в Челси. Конкретики не было, да? Конкретики какой-то не было. В принципе, нам тут выходить. А ладно, чуть-чуть туда баху. Давай, дорогой. Опа. Я тебя чуть-чуть вернул? Да. В молодость. Ностальжи. Красава. Футбольный клуб ЦСКА часто ставят пример другим российским клубам в трансферной работе. Армейские боссы уже давно приучили нас к тому, что они могут взять недорогого молодого футболиста и сделать из него звезду. В европейских топ-лигах тройка самых эффективных клубов выглядит довольно неожиданно. На третьем месте Дженуа. Трансферный баланс покупок и продаж этого итальянского клуба за последние 10 лет составляет 193 миллиона евро. На втором месте близкий для нас футбольный клуб Монако 215 лямов евро. Ну а на первом месте уверенно никогда не отгадайте это футбольный клуб Лиль 250 миллионов евро. На список главных транжир уверенно возглавляет Манчестер Сити. За последние 10 лет этот клуб потратил миллиард евро. Я надеюсь, что какую-нибудь часть из этих денег насыпали одному из главных красавт на моем канале Сане Зинченко за его новый пятилетний контракт. Во времена своей футбольной карьеры я тратил деньги примерно как Манчестер Сити только с поправкой на большое количество нулей. Чем это все закончилось, я уже неоднократно рассказывал. Сейчас я намного внимательнее отношусь к деньгам и стараюсь делать все покупки максимально выгодно. А бонусная программа «Спасибо» от Сбербанка помогает мне в этом. Бонусы «Спасибо» со мной абсолютно везде. Когда я покупаю кофе, когда я заказываю такси, когда я покупаю билеты в другой город. Ну и конечно, когда я провожу время со своей семьей. Если коротко, то это мне помогает существенно экономить в ежедневных покупках и копить бонусы, которые я могу потом потратить у партнеров программы. Например, я часто хожу в кино за бонусы, покупаю подарки своим друзьям, ну и конечно, покупаю одежду и игрушки своим детям. На своем уровне больше чем «Спасибо» я могу в месяц накопить до 15 тысяч бонусов, а это ровно 15 тысяч рублей. Круто, что практически каждый день появляются новые акции и партнеры, которые помогают копить бонусы «Спасибо». Подробнее о том, как работает программа «Спасибо» от Сбербанка, где можно накопить или обменять бонусы, вы можете узнать по ссылке в описании. Ну а мы двигаемся дальше. Какой у нас план? И с этим на тренировку ездим на тренировку. Здорово, здорово. Жорочка, эти танцы, танцы! Танцы, танцы, танцы! И с твоей курсейка заняла! Жора, куда нас везешь? Это зал, который нам добрые люди предоставили, наши футболисты там восстанавливаются и тренируются. Ну что, какой там настроек, как спортик? Ну рубиться точно будет. Все готовы, все знаем, будем... Нам это важнее. Да, вам важнее. То, что с ССК вы играете уже для вас. Ты чего там события вообще? Я не понимал, мы зарядили, выставили билеты, за полтора дня все продали. Интересно, Зага, как бы тебя встретили, если бы ты вышел играть, а? Стойте он бы взорвался. Я еще вчера пироги приготовил, мне теперь вид на жительство дают вас. А тренер русский понимает? Да, чуть-чуть. А, понимает чуть-чуть. Здрасте. Коуч, как вам русский женщина? Оденешь мои кроссовки, говорю, а то у меня какой-то непад, тапки прямо сейчас оденешь. На канале мы заряжали тапки на голы, на победы. Я Миле заряжал тапки не на секс-кандилайке, а на то, чтобы он выиграл чемпионат. Осталось буквально несколько туров, они идут на первом месте и впервые по ходу за 13 лет чемпионом будет кто-то, но не БТ. Мне нужно одеть, чтобы хотя бы я вышел на поле. Чтоб ты понимал, вот смотри, это все магия, тренеры больше не нужны в футболе. Пошли, 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 пошли. Все, бро, давай. А реально зачем тренеры теперь, брат? Вызвали Сау, зарядил. Сау вызвали, зарядил и все. Красава! Я знаю, что есть осетинский чат футболистов в ватсапе. Что вы там обсуждаете? Жора, ты там есть? Что вы там обсуждаете? Удалился? Номер поменял. Да, номер поменял. Скрываются они. Поздравляем друг друга с победами, с днем рождения поздравляем, с успехами. Там есть человек пять, которые поставят только нишу. Саламыч есть там? Саламыч. Нет? Добавить, да? Прикольно. Кто самый четкий по юмору осетин? Кто? Серьезно, да? Вот так выходят осетинские пироги, брат. Блин, братуха, давно у тебя хотел спросить, кто у тебя самый большой друг в футболе? Я хорошо общаюсь с Хабабой, с Габулом. Вот здесь тоже парень сидит, который... Жора, ты сейчас понимаешь, что ты в список попал только за счет локаций, за счет того, что ты здесь, брат? Ну что, погнали дальше? Огонь! Коуч, спасибо! Сколько ты был в этой школе? Сколько ты занимался здесь? Лет пять в юности. Пять лет, да, Гол? Да. Нас, походу, выселили отсюда. Сейчас новые, да, уже новые герои. Мы сейчас сделаем детям сюрприз, которые занимаются в юности. Привет! Ребята, привет! Привет! Смотри, как они тебя смотрят, да? Привет! Спартака старший сыр. А, да, привет, очень приятно. Ух, какой сыпь, Ратаря! Здравствуйте! Расскажи историю из детства, которую ты больше всего запомнил. Отец купил нам мяч на базаре, мы пошли сразу с братом играть. Поставили из камней два ворота, ну что у меня брат выигрывал, 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 а я все ныл, 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 так наныл, что по хам вышел, взял нож, прям бам, и кинул на него. Играйте теперь так. То есть это первый опыт был твоей игры без мяча, да? Без мяча. От обороны, короче. А это был первый мяч, первый же день, почему мы этому мячу так радовались. Ай-яй-яй. Ну скажи мне всю правду про директор. Сумасшедший тренер был, как видишь, сумасшедший директор. Юность растет, футбол растет. Как раньше здесь было, какие условия? Когда я был совсем маленький, я играл, все уже знают, что я играл за старший возраст, лет на пять. Первый раз, когда я вообще на Юность пришел, мы тренировались вот на этом поле. Где вот это маленькое, да. Там было резиновое поле. Искусственное первое поле появилось вот здесь. Оно на тот момент, оно было единственное в республике, и кайфовали. Инал, вы помните, кто, где и когда нашел Алан Адзагоеву? Алан Адзагоев сперва тренировался в Беслане. Там у него был тренер Наньев. Где-то ему было 9 лет, и здесь проходил кожаный мяч. У нас был такой тренер, осенький Игорь Витальевич. Да, я знаю его хорошо. Да, и он его увидел и пригласил сюда на Юность, в школу. В осетинском футболе очень много ребят, которые реально заиграли, которые реально были в порядке, да, в футболе. Вот Алан, чем он выделялся? Почему он, по сути, самый талантливый футболист десятилетия в республике? В раздевалке, вне поля он особо ничем не выделялся. Но как только он выходил на поле, он в буквальном смысле становился лидером. Где надо проявить характер, он его проявлял. Где надо забить решающий гол, он его забивал. Отдать голевую передачу, он его отдавал вовремя. Осенькин рассказывал, что Алан очень был эмоциональный. Прям очень эмоциональный. Как это проявлялось? Он всегда хотел побеждать. Всегда там, если что-то не получалось, он всегда требовал, чтобы играли на него, агрессивнее играли и так далее. Во время тренировок, допустим, где-то 2 часа тренировка проходит, тренер дает свисток, закончил. Здесь, да? На Юности? Да, он недоволен. Он хочет еще играть, играть, играть. Но сколько можно? И 3 часа же не может быть, чтобы тренировка. Я, кстати, читал об этом, то, что Дзаго уходил с поля недовольный, ругался, что только со скандалом покидал тренировку. Это реально так или это миф? Я сам, когда их тренировал какое-то время, я боялся закончить тренировку. Потому что знал, что сейчас опять он будет недовольный. Вот вы помните первую тренировку Дзагоева? Может, я не обратил внимания, но потом мне тренер Осенькин говорит, прийди, пожалуйста, посмотри там парень с Беслана. То есть он прям был сильнее? Да, сильнее, сильнее. Вот был такой случай. Играют первый, второй состав. И они их выигрывают 8-0. Где это? 8-10-0. Следующая игра, я его ставлю за второй состав. И они уже их отыгрывают. Он, значит, опоздал на установку. И я его не поставил в состав. И вот играем, мучаемся. Никакой игры нету. Еле там какой-то один гол забили. Никакой игры. Он выходит во втором тайме. Забил там 5 голов. Отдал 4. Ну, в общем, игра полностью поменялась. А как конкурирующая команда? Вот к вам приезжает, я не знаю, кто-нибудь и видит Загоева. Как они, может, специально против него играли? Как-то жестко? Или опекали его? Или это бесполезно было? Ну, настолько быстро думал, что это бесполезно было. За ним приехала Академия Коноплева, насколько я понимаю, да? На турнире они его видели. Да, на турнире они его видели. Они еще пригласили его тренера. Ну, Осикина. Осикина. Да, он воспитал пол Академии Коноплева. Да, да, да. Ты отсюда уехал в Академию Коноплева. Угу. Я знаю, что с тобой еще уехало несколько ребят из «Осети». Тебе это помогло на тот момент? Ну, конечно, мы уехали на тот момент. Троем я, Арсенху Булов и Тигиев Олег. Если бы я один был, было бы тяжелее. Нам-то и троим было тяжело бы. В принципе, мы из «Кавказцев» там вообще первые были. На тот момент политика шла такая, что, ну, как бы из «Кавказских» регионов особо не брать игроков, потому что все мазанные. Но так как мы были не мазанные, нас сто раз перепроверили. Осенькин рассказывал, что ты в двух сторонках, твоя команда не проигрывала три года. Брат, я не пойму. Либо соперники были дрова, либо вы были в порядке, либо, либо, как три года можно не проигрывать? Блин, ну, Сав, я сам, честно, не знал об этом. Не считал? Да. Нет, ну, осеньки все записывал, я так понимаю, он тот тренером был. Наверное, наверное. Я честно, ну, первый раз об этом слышал. Топ-3 из «Академии». Топ-3 в плюс Рыжов. Подожди, не в плюс вес лишний. Нет. Рыжов, извини, брат. Бежал, бил, пил, все знают. Да, все все знают, да. Федоров Максим тоже был в 89-м году игрок, который очень быстро бежал. Куда он делся от Федоров? Вообще не играет, насколько я знаю, от Рыжова. Он был тоже, кстати, в Цеско на просмотре. Чего-то не подошел, играл по второй лиге с нами. Третий номер? Писегов. Ну, еще и Супа был. И Суп тоже был. Давай в минус. В минус? Ну, в минус это Рыжов номер один. Тот, который не реализовал и 30% своего потенциала. А номер два? Максим Федоров. Получается, имея большой, огромный талант, но если ты раздолбай, то в футбол невозможно заиграть. На их примере можно так сказать, да? Очень тяжело, мне кажется. Поэтому, молодежь, даже если вы в паридосе, не расслабляем булки и много работы. Ты сказал, что из Академии Коноплева тебя не хотели в Челси. Но я точно знаю, что когда ты играл в ЦСКА, Абрамович попросил Жиркова поговорить с тобой. И Жирков тебе дословно сказал, Алан, если ты хочешь в Челси, только скажи, и ты перейдешь. Это правда? Ну, разговор был такой, да. Это, подожди, сколько тебе лет было? 2009 год, мне стало уже, по-моему, 19 лет. Это когда Жирков был в Челси, соответственно? Жирков был в Челси, да. Момент был, как раз он мне дозвонил, и мы были на сборах с Зиком. То есть, нужно сказать просто да, а там уже, как бы, процесс пойдет. Почему, братан, почему ты не сказал Челси да? У нас был разговор еще с Писарем, Евгением Александровичем, приближенный к Абрамовичу был. И в России он по Тольятти занимался всем. Да. В Москве он меня позвал на разговор и сказал, что вот так-то и так-то, вот такое-то предложение. Но условия такие, что ты будешь тренироваться с Основой и играть только на кубковые матчи за Основой. Вот это меня смутило, хотя, наверное, если бы сейчас было верное время, я бы согласился. В 2012 году ты лидер сборной, ты реально на пике. Тебе поступало предложение от Арсенала, от Тотанка. Не было, не было. Не было? Подожди, ладно, отца. А что он говорит, когда нет конкретного... То есть бумаги конкретно не было? Не было, не было. Все говорят, вот он не уехал и там загубил тебя. Не было ни одного реального предложения, ни одного. Ну, в Челси было только, получается так. Ну, да. И было еще в 2010-м, наверное, Штутгарт стал дочерней командой Челси. И опять-таки у нас был разговор с Писаревым. И опять-таки я отказался. Не знаю, почему. Вот туда надо было реально идти. У вас есть объяснение, почему Дзаго все-таки не уехал в Европу? Может, чуть-чуть с травмами не повезло. Или я даже не знаю. Как-то был у нас разговор, и я сказал ему, и отцу, что через год, тогда он еще был в Толяте, я говорю, через год он будет играть в основе в ЦСКА, потом, я говорю, через год он попадет в сборную Россию, а потом, я говорю, Челси купит его. Вот и мы поедем туда на игру. Вы только с Челси не угадали, да? Да, с Челси, но я слышал, что какие-то переговоры велись именно с Челси. Как вы считаете, Дзаго на сколько процентов реализовал свой потенциал? Я думаю, что процентов на 70. На 70, да? То есть он еще мог прыгнуть на уровень выше, да? Да, мог прыгнуть, потому что он именно такой футболист, который мог бы заиграть в хорошей европейской команде. Насколько я знаю, сейчас в школе юность занимается 850, примерно 850 детей. Это правда? Да. Я всегда знал, что осетинские мужчины красавы, но я не знал, что в таком объеме. Откуда столько детей? Ну, вы знаете, мы всех принимаем. У нас есть группы, слабые группы. Мы специально их берем, потому что, ну, бывает ребенок, любит, хочет заниматься, а у него нет возможности заниматься. И поэтому мы практически всех берем. Вы сегодня видите среди этих 850 детей новых дзаговых? Потому что я слышал такую версию, что после того, как убили Аланию, все начали переживать, что вот не будет вот этих вот будущих поколений, тех больших объемов осетинских игроков, как это было раньше. Ну, конечно, тяжело, тяжело. Но сейчас Алания тоже возрождается. Я думаю, что должны появиться такие футболисты, да. Для этого есть у нас все, и традиции уже. Вот, потому что Алан – визитная карточка юности. Многие во Владикавказе болеют за ЦСКА. Как вы считаете, это больше заслуга от Загоева или Газаева? Загоева. Так, что у вас там? Это вот от Алана роспись на память. Маленьким детям, чтобы они росли такие же. Так, надо сумку новую, Алан. После Газаева пришел Зико в ЦСКА, и он тебя зачехлил. Братан, почему? Ну, это такой переломный момент, я рассказываю. У нас была игра с Москвой, у нас была предыгровая тренировка. А дубль тогда играл, по-моему, уже тоже в день. Зико мне после тренировки подходит и говорит, что ты завтра идешь играть за дубль. Я беру Макса, переводчика, и иду к нему в комнату. Я говорю, почему я играю за дубль? Он мне начал объяснять, что сперва спокойно, что как бы я так решил. Ну, я завелся, я говорю, Макс, как так? Типа объясните, что за херня? Да, нормальное объяснение какое-то. Я говорю, вроде с основой, ну, играю за основу уже. Я говорю, почему меня за дубль отправляют играть? И тут он тоже завелся и говорит, что тебе 18 лет, какого хрена ты идешь? И спрашиваешь меня, типа, почему ты играешь за дубль? Не помню, точно послал или нет, но я думаю, вряд ли Макс перевел ему. С одной стороны, ну, то есть, нужно нормальный диалог вести, но с другой стороны, когда тебя без причин всяких отправляют за дубль, ну, то есть, причем, ну, то есть, я тренировался, я там, ну, как бы, не травмирован был, ничего. То есть, просто так задумали, отправляют, и все это без причин. То есть, он мне, ну, то есть, еще в таком контексте, в конце сказал, что, типа, ну, какого хрена ты вообще идешь? Ты меня спрашиваешь, что, почему тебя за дубль отправляют? Тебе всего лишь 18 лет тебе. Наверное, с одной стороны, это правильно, но, как бы, мой характер мне не позволил по-другому отреагировать. Ну, само собой, пошла у нас заруба. Потом, как раз после этой игры, ушел Жарков. Ага. И он меня вернул обратно, все, как будто бы ничего и не было. Когда ты был совсем молодым и пришел из Академии, Газаеву Вагнерлав сказал, типа, Георгиевич, типа, этого парня надо в основу, он, типа, крутой. Я точно не знаю, но я не удивлюсь, если он ему, там, в беседе это говорил, потому что даже он меня очень сильно беседует. Грубо говоря, Вагнерлав, бразилиц, увидел талант Осетина быстрее, чем сам Осетин увидел талант Осетина. Не знаю, не знаю, точно не знаю, но он меня очень сильно поддерживал. И на первую игру с Химками, когда я выходил, мы что-то разминаемся, он мне раз такой заговорился. Я буду всегда рядом, ни за что не переживай. Ищи меня, мы найдем друг друга. Вага самый лучший игрок от твоих партнеров по атаке, по команде? Я думаю, да. Почему он не уехал в Большой Европейский клуб? Вот это вопросы. Примерно из-за разряда того, что вот я не понимаю, как Лашич не пригодился Эвертону, да? Но почему именно в Осетии процент футболистов, которые заиграли в Большой футбол, он выше? Этому же есть какое-то объяснение? Все дело в тренерах. Вот еще сейчас много молодых тренеров. И я думаю, что в будущем еще больше будет у нас футболистов. Топ-3 для вас осетинских ребят в футболе? Старое поколение, конечно, Гуцаев, Газаев. А если брать из молодых, кого наша молодая аудитория знает? Вся эта приятная во главе с Загоевым. Как часто Алан приезжает сюда на юность? И как часто он помогает в своей школе? Приезжать ему, значит, не часто получается у него. Турниры проходят раз в год, ежегодный турнир. На последний турнир он приезжал или у него не получилось? Да, он приезжал. И причем он говорит, что никому не надо ничего рассказывать. Это я знаю, да. Я вот сколько у него не спрашиваю, говорю, Алан, да правда. Не-не-не, не говори никому. А так мы сколько раз обращались, вот всегда нам помогают. Кто с ним победит, ребят? Мы! Кто мы? Алан, да. То есть вас не смущает, что здесь игрок циска стоит? Он тушает на Алан. Сейчас у Алан нет своей школы. У вас ходит 850 детей. Я знаю, что Алан хочет сделать свою школу. Вы будете сотрудничать? До этого тоже. Сейчас мы всегда будем в первую очередь игроков отдавать Алан. На матч идете? Конечно. Какой счет? Два день. Алан победит? Я знаю, что ты не любишь эти разговоры, но ты помогал людям, которые пострадали в Беслане. Ты постелил поле в своей школе. Ты помогал Алане экипировкой, когда у них были проблемы с деньгами. Ты помогаешь своим родственникам. Ты проводишь турниры детские на юности и в Беслане. Я просто хочу тебе сказать спасибо. Ты 100% красава. Многие думают, что футболисты такие зажравшиеся. Но я точно знаю, что это не так, что помогают ребята. Ты можешь сказать еще, кто из твоих знакомых, из ребят, из футболистов тоже делает добрые дела? Многие помогают. И Гнау, и Наша вообще, по-моему, свой фон. Я слышал Габул там тоже как-то в Подмосковье где-то, поле постеливое. В Мордокии они, по-моему, тоже постелили. Многие помогают, просто не освещается. Я живу по принципу, делаешь добро, не труби об этом. Я хочу, чтобы об этом знали. Чтобы это не ты говорил, а чтобы это, допустим, я сказал. Мне бы лично хотелось, чтобы на моем канале в том числе об этом узнавали. Многие что делают, но, увы, запоминается только плохое. Возьмем Кокор, в скольких он там в фондах участвовал, еще что-то. Кто-нибудь об этом, да, там вспомнили где-то краешком, но в итоге-то... Ну да, все помнят, стул, видео, Мамай, Тюрма, да. Да, Мамай, Кокор, Тюрма, все. Расскажи, давай, что у тебя в семье. Где ты познакомился со своей женой? С Заремой я вообще познакомился в ресторане. Здесь я первый раз ее познакомил с моей сестрой. И вот тут мы гуляли, я, Зарема, сестра моя, дочка ее Дина и брат. Я с Вовой Габуловым, с которым ты дружишь, как-то обсуждал осетинские свадьбы. Он мне на это сказал, типа, там, ну, 500 человек, это как бы вообще лайт. Я знаю, что у тебя на свадьбе было 2,5 тысячи человек. Ты вообще знал, как бы, у всех этих людей? Нет, конечно. Мы подъезжаем на свадьбу. Тут в этот момент мы были на трех машинах, ну, и спереди лошади, все как полагается. Я смотрю, а рядом мойка была с банкетным залом. И с мойки женщина берет подругу и ребенка второго и к нам на свадьбу. А, то есть просто незнакомые люди вообще, да? Да. Сколько потратил ты на свою свадьбу, где было 2,5 тысячи людей? В Москве свадьба очень дорогая вышла, прям очень-очень. А, подожди, ты и там, и там делал? У нас же сперва было в Москве. Если там, скажем, было в Москве, условно говоря, там 10 рублей, то в Осетии было там 3 рубля. Короче, ты потратил на обе свадьбы больше, чем тебя оштрафовали после кубка? Думаю, что да. Да? Да. Слушай, ну это серьезно. Если кто забыл, больше 120 тысяч долларов. Не могу не спросить тебя про чемпионат мира по футболу. 20-я минута первого матча. Травма. Вся страна обсуждает, успеет восстановиться, не успеет. Для меня это там космос за 2, там сколько, 2 с половиной недели, да? 12 дней. Ох, геть! Выходишь с хорватами, усилил, сразу отдал голевуху на Фернандеса. Я помню, как я орал, я комментировал этот матч, у меня такое ощущение было, что я даже не помню, что я говорил, когда Фернандес забивал. Я просто думал там потом об одном, чтобы не было мата. Вот что ты чувствовал? Я был в шоке на самом деле, то есть я мимо 2016, да? То есть когда я был тоже в сумасшедшей форме, все хорошо. Последние 2 минуты с Рубином, бах, перелом второй плюснивый. Ну, так не бывает. Это мистика какая-то. Столько травм было, столько намучился. И вроде вот, ну как бы перед чемпионатом мира, я как бы, вот, все, набираю форму. Все хорошо идет. Ну и случается вот эта фигня. Никакого объяснения не было. Все мои травмы были на правой ноге. Даже по сей день, да, там, все, то есть на правой ноге. Задние, икроножные, кресты, все было на правой ноге. Одна единственная травма у меня была на левой ноге. И это было во время чемпионата мира. Я не знаю, может кто-то наколдовал на меня. Другого объяснения у меня уже этому нет. И как ты жил эти дни до восстановления? Там сразу было понятно, что надрыв или разрыв, не помню уже точно. На 12-й день я уже вышел в общую группу и тренировался. Слушай, ну ты хорошо вышел вообще. Ну, вышел хорошо, но я думаю, что еще бы буквально, наверное, 5 минут, и я бы точно порвал бы что-нибудь. Чуть-чуть хотя бы это окупилось. Я почувствовал те эмоции, да, там. Сегодня премьер-лига даже в рамках кубка возвращается во Владикавказ. По сети опять вот этот факел зажигается футбола. Здесь такой, как глоток свежего воздуха, и здесь прям сразу фух, такое возгорание. Ну, это значимое событие. Команда не то, чтобы премьер-лигу не видела, она нормальной второй лиги не видела сейчас, она хотя бы видит нормальную вторую лигу. Вот на этом моменте мы встречаем пацанов из Алании. Скажут, что пастанова. Да, скажут, да, скажут. Позвали специально, им сказали там стоять. Тут любят футбол, но я думаю, ни в одной республике не любят футбол. Как ты думаешь, когда Алания вернется в премьер-лигу? Я надеюсь, в скором будущем. Каждый из осетин должен внести свою лепку. То-то экипировкой, то-то там рублем, то-то двумя рублями. То, что может, кому это не безразлично, только так общими усилиями, возможно, здесь что-то появится. Ты готов закончить карьеру в ЦСКА? Наверное, я был бы не против, но у меня все-таки по планам закончить карьеру в Алании. Я хотел бы последний год или два, как позволит здоровье, провести в Алании и закончить здесь. То есть Габулов уже может сейчас потихонечку копить, брать кредит. Володь должен брать кредит и нарабатывать, Володь. Копить. Копить. Мы, короче, бежим на мост в самом центре Владикавказа, чтобы посмотреть, как болельщики встречают команду, которая едет на стадион. Коллекция охранников пополнилась сразу. Очень большим количеством людей нас не пускают. Чугунный мост до матча полтора часа. Болельщики выстрелились, чтобы сделать фаер-шоу. Привет, 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 привет. Буквально за полгода все поменялось. У Алании хорошие времена. У Алании пришел частный инвестор. В Аланию вернулась в премьер-лигу. Пока только в виде кубка, но тем не менее. Посмотрите, какой ажиотаж. Это кайф! Наконец-то мы дождались этого момента. Алания Владикавказ едет на игру. Посмотрите, болельщики встречают дымовухами. Простите, болельщики встречают дымовухами. Простите, болельщики встречают дымовухами. Простите, болельщики встречают дымовухами. И ты здесь! Красава! И вот они, красавчики! Привет! Давайте пожелаем Алане удачи! Раз, два, три! Алане, победа! Ты ожидал, что вот так полыхнет? Что вот только вот этот импульс, там появится инвестор, туда-сюда и сразу бам! 15 тысяч на трибунах, сегодня вообще там около 20 будет, да? Я верил в это, но, честно сказать, до конца не ожидал. Я знаю, что будут сносить эту арену полностью и делать новую, но когда я узнал, что всего будет 15 тысяч зрителей, ну, рассчитывают на 15 тысяч. Это не окончательное решение. Сейчас идет диалог о том, чтобы внести изменения в проект и увеличить... Сколько? Ты как президент, сколько... Будем отталкиваться от возможностей, но если это получится сделать до 20, я буду, в принципе, удовлетворять. То есть 20 тонн, да? У меня есть жесткий инсайт, у меня просто свои люди в аэропорту Владикавказа, что сюда приехал человек из Атлетика Бильбао, что вы будете сотрудничать. У них все свои, у вас все свои. И то есть вот это вот поддерживает традицию. У тебя правда везде свои агенты. Да! После выпуска про Аланю я принес тебе удачи. Ты был министром, стал президентом, дорогой. Я вас хочу познакомить с этим человеком. Это Таймик. Прекрасный болельщик Аланни. Сегодня мы с Аланом Дзагоевым подарим тебе футболку, брат. Обычно мы разыграем футболку, но мы с Дзагоевым договорились, что мы тебе сегодня его после игры подарим. Кстати, у Таймика есть канал на YouTube. Если кто не видел, я ссылку оставлю в описании и посмотрите. Таймик 100% красава. Какой прогноз, брат? Победа. Победа? Да. Только победа. Победа. Победа! Браво! Браво! Ббраво! Браво! 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 Бля, не серьезно говорю, бля, у меня слезы текут Бля, спасибо, ребят, спасибо Друзья, я сзади что скажу. То, что Сейчас в Алане вот такие эмоции, это все благодаря вам, потому что вы посмотрели этот видос, потому что вы дали такой резонанс, это все благодаря вам на самом деле. Видос как поляна? Норм? Ну честно. Хорош! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На первой минуте ворота Алани поставили пенальти, Ильзата в метод забивает Галешник. Вы помните, да, Ильзата, он был одним из героев моего выпуска. Вот так вот премьер-лига возвращается на этот стадион, Алания уже проигрывает на второй минуте 1-0. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы слышите, как стадион «Спартак» поддерживает свою команду сегодня на трибунах? Я думаю, что где-то тысяч 20 точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это Севище сейчас делал вратарь Алани, счет мог стать 2-0 уже к седьмой минуте матча. Алан Загоев в данный момент находится наверху, в ложе с Галбуловым, со своим другом, смотрит матч. Я думаю, что в любом случае в Осетии сегодняшний день запомнят навсегда. Это реальный праздник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПИВАЛЬТИ! Вы слышите? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Послушайте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звездное небо в исполнении осетинских болельщиков. Смотрите, какая красотища! Московский ЦСКА забил Галешник, счет становится 2-1 на 34-ой минуте. Аланья здорово играла, но ЦСКА из ЦСКА… Первый тайм закончен, счет 2-1 в пользу ЦСКА, очень хороший футбол. Это счет только первый тайм, только показали, что можно. Поборемся еще, поборемся, брат. Еще один опасный момент, Аланья второй тайм реально в порядке. Сколько тебе лет? 14 лет. Ты когда-нибудь на этом стадионе видел такую атмосферу? Нет. А сколько ты ходишь на Аланье уже? Сколько ты занимаешься в Аланье? Восемь лет. То есть за 8 лет ты первый раз видишь то, что происходит вот так на трибунах, да? ЦСКА забивает очередной Галешник, счет становится 3-1. Очень крутую комбинацию разыграли, там, по-моему, Чалов голевуху отдавал. Вообще, конечно, Федя в порядке вышел на замену, усилил. Мне чуть-чуть жалко, что интрига так рано умерла. Но в любом случае, сегодня огромный праздник на стадионе «Спартак» во Владикавказе. Еще штрафной зарабатывает Аланья. Аланья проигрывает ЦСКА со счетом 3-1. Я поздравляю команду Алана Цзагоева с победой. Даже несмотря на поражение, я уверен, что для всего осетинского футбола все, что сегодня происходило вокруг, это и есть самая настоящая победа. Молодцы, молодцы. Поздравляю, парни, молодцы. Поздравляю, парни, молодцы. Виктор Михайлович, как вам атмосфера? Хорошая атмосфера. Реально круто было, скажите. Футбольный город, футбольная атмосфера, поэтому хочется, чтобы они проиграли. Я вас поздравляю. Ты очень сильный. Очень сильный. Так, пообещай, что ты придешь ко мне на канал, брат. Ничего, ничего. Нормально. Аланчик, смотри, я Тамику уже рассказал, потому что мы обычно разыграем футболку в конце нашего конкурса. Но Тамик мне постоянно пишет, мы на связи, он болеет за Аланью, болеет за тебя. Ой, какая красивая. Красивая, а? Впереди можно. Впереди можно. Впереди! 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 Ничего страшного, чтобы проиграли. Главное, что атмосфера такая была. Согласись? Да. Да. Все. Ну, сумасшедший матч, на самом деле. Ну, скажи, крутой футбол. По атмосфере это понятно было изначально, но мне понравилось, как была Нигала. Я реально ни слова не лукавлю. Я думал, что сзади буду стоять. Я надеюсь, кто был, кто был. Хороший матч. Хорошо играем. У этой команды есть будущее? Не-не-не, сто процентов. Вина сразу тренерская рука, Спартак Артура. Спортик, я тебе желаю, во-первых, здоровья. Спасибо. Во-вторых, блин, бомбить ЦСКА еще много-много лет. И вернуться вот сюда, на этот стадион. Здесь уже, я надеюсь, будет большая, новая арена. Новая арена. А Ланя также будет идти вперед. Дай бог, дай бог. Короче, Габул сказал, что организует тебе просмотр. Поэтому, братья Крыли, я тебя обнимаю. Ты сто процентов красава. Владикавказ, сгорят твои огни в глазах у нас. Мы твой покой сумеем сохранить. Ты спи, мой город, отдыхай, во сне радости мечтай. На самом деле, время, час пройдет. И счастье снова к нам придет. Красава! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова